Всем привет, меня зовут Илья. В этом видео мы продолжим разговор на тему боксов, на тему паттернов при игре на бас-гитаре. Неделю назад я снял видео про универсальные паттерны, которые работают в большинстве случаев. Но то видео оно было, и те примеры, которые были в том видео, они довольно такие сложные, развернутые в две октавы. И для новичков, и менее опытных бас-гитаристов это может показаться сложным. Поэтому сегодня мы немножко с другого ракурса посмотрим и разберем паттерны, которые более простые. Которые хорошо подойдут для новичков, для тех, кто начинает осваивать бас-гитару, запоминание этих паттерн. Ну не только для новичков на самом деле, несмотря на то, что сегодняшние паттерны будут простые. Зачастую в одну октаву, даже в две октавы мы редко будем заходить, в одну октаву. Но несмотря на то, что они простые, на их основе были созданы даже какие-то великие произведения. Какие-то хитовые суперхиты с использованием вот этих вот паттернов. Поэтому это условно, они простые, но, как известно, все гениальное просто. И мы сегодня об этом посмотрим. В общем, сегодня будет такой набор боксов, набор паттернов, которые довольно простые, проще, чем гаммы. Даже иногда проще, чем пентатоника. Хорошо будут запоминаться новичкам. И вначале, если вы новичок, например, это полезно. Выучите сразу эти боксы, чтобы потом было проще. Такая некая база. В общем, посмотрим схемы. Посмотрим, как это можно применять. И чем это может быть полезно. В общем, присаживайтесь поудобнее. Берите в руки бас и приступим. На самом деле, паттернов огромное количество. Их очень много можно и самому придумать. Интересных, которые вам больше нравятся по звучанию. И сегодня это, скорее, были такие паттерны, которые лично прошли в это видео. Прошли вот этот отбор. И мне показалось, что о них обязательно надо сказать. На самом деле, их может быть больше. И не все они, не все я включил в это видео сегодня. Давайте начнем. Мне показалось, что логично с самых простых начать. Я попытался это сделать. Я надеюсь, что у меня получится. Давайте начнем. Значит, первый паттерн будет минорный. Возьмем, к примеру, ноту ля. И, соответственно, у нас будет здесь от нашей первой ступени тон и полтона вниз и тон и полтона вверх. Соответственно, получится такой простой паттерн, который легко запомнить. Соответственно, вот у нас первая ступень. Вот здесь у нас получается тон и полтона и полуполтона вверх. Соответственно, у нас получается такой интересный паттерн для обыгрывания минорных аккордов, для создания каких-то минорных, таких напряженных рифов. Вот таким вот образом. Легко запомнить, соответственно, тон и полтона вниз и такое же симметричное движение вверх. Сначала тон, а потом еще полтона. И получается такой простой бокс для обыгрывания минорных аккордов. Здесь можно найти какие-то интересные ноты, интересное звучание и какие-то рифы даже попридумать. В общем, простой паттерн, с которым мы сегодня начинаем. Номер два. Минорный. Я о нем уже говорил. Это, наверное, самый используемый паттерн. Он максимально простой, когда у нас идет от нашей первой ступени. Опять же, возьмем ноту ля здесь. Сегодня это будет ля. В прошлом видео было соль. Сегодня ля пусть будет для разнообразия. В общем, соответственно, когда мы двигаем вот такая, получается, как бы вертушка вокруг у нас первой ступени, вертушка вниз. Простой паттерн для обыгрывания. Если нужно обыграть какой-то минорный аккорд, саккомпанировать гитаре, саккомпанировать вокалу на минорный аккорд, этот паттерн будет хорошо работать. Он максимально простой. Я о нем уже говорил, но мне показалось, что стоит повторить, потому что без него просто видео не было бы полноценным. Продолжение следует... Паттерн номер три также минорный, но мы здесь понижаем пятую ступень, добавляя, соответственно, нашему звучанию еще большую напряженность, чем в обычном миноре. И сделая такой интервал, как тритон здесь. Соответственно, давайте посмотрим, как это звучит. Это простой паттерн. Тут всего четыре ноты. Он минорный, так как у нас минорная малая терция и пониженная пятая ступень, создающая напряженность и создающий интервал тритон, который, собственно, за эту напряженность отвечает. Давайте посмотрим, как это можно использовать. Соответственно, я играю пятую ступень, пониженную, здесь на октаву выше, соответственно. Переношу ее сюда и создаю такие, могу создать филы, могу создать рифы, соответственно, использовать вот эту пониженную пятую. И также известная вещь, похожая на... Похожа на Smoke in the Water. И как раз в Smoke in the Water именно вот этот бокс с пониженной пятой ступенью как раз-таки используется. Несмотря на то, что он максимально простой, тут всего четыре ноты, но видите, практически гениальный риф, который, я не знаю, самый, наверное, известный в мире риф на таком простом паттерне работает, собственно, с пониженной пятой ступенью. Паттерн номер четыре немножко более универсальный. Он подойдет для обыгрывания не только минорных аккордов, а также и некоторых других. Например, доминант септаккорда, малого мажорного септаккорда с пониженной седьмой ступенью. Смотрите, как это у нас выглядит на самом деле. По сути, это минорная пентатоника, но без третьей ступени. Так как если мы тут сыграем еще третью ступень, пониженную минорную, то мы слишком сделаем большой акцент в сторону минорных аккордов и подчеркнем минорность. А мы хотим более универсальности, мы хотим обыграть и другие аккорды, поэтому мы убираем третью, оставляем вот эту пентатонику, соответственно, без нашей третьей ступени минорной. Здесь у нас также в этом паттерне, опять же, известное произведение. Дальше в следующем паттерне мы с вами немножко разовьем эту идею и добавим еще несколько нот. Смотрите, как это будет звучать. Здесь мы вверху добавляем еще две ноты. Это у нас, соответственно, девятая ступень, вторая на октаву выше и децима, третья на октаву выше, соответственно. Вот у нас третья ступень минорная, пониженная третья. И, соответственно, девятка. Это у нас нона, вторая ступень. Паттерн выглядит похоже на предыдущем, но мы добавляем еще вот эти вверху ноты, которые создают такую вот немножко фирменности какую-то вот добавляют. Мы немножко выходим за пределы одной октавы, немножко усложняем, разберем несколько крутых мажорных боксов для обыгрывания, соответственно, уже мажорных аккордов. Давайте начнем сначала. К примеру, я уже рассказывал про этот бокс, самый, наверное, простой и самый эффективный для обыгрывания мажорных аккордов, когда у нас, соответственно, идет вертушка мажорная. Я о ней уже говорил, но, опять же, надо вспоминать, потому что для этого видео оно обязательно надо. Соответственно, допустим, мы играем от третьей струны. Бокс от третьей струны. У нас первая ступень на третьей струне. Возьмем, например, Р. Вот у нас первая ступень. И вертушка, соответственно, вверх играется вот такая. Но это самый простой вариант. Мы можем его развить. К примеру, давайте посмотрим, как это будет звучать. Вот такой вот бокс, опять же, хорошо подойдет для обыгрывания мажорного аккорда. В данном случае это аккорд Д, Ре мажор. Еще один вариант мажорного бокса, когда мы уже представляем схему от четвертой струны. До этого мы смотрели от третьей, но вторая. Теперь давайте посмотрим схему от четвертой струны. Здесь все немножко меняется. И схема будет выглядеть по-другому. Другая аппликатура. К примеру, давайте возьмем первую ступень. У нас нота соль. Соль, мажор, тональность. Соответственно, давайте сыграем. И здесь будет такой бокс интересный. Я тут мыслю квинтами. И если мне надо какой-то риф мажорный сделать на мажорный аккорд или обыграть, то я как-то у меня именно квинтами получается мысление. Так, мыслительный процесс. Смотрите, как это будет бокс выглядеть. Вот таким вот образом. То есть здесь, по сути, я отталкиваюсь от квинт, от каждой ступени. Первая ступень, вторая и третья. Соответственно, здесь четвертая, пятая и шестая. И здесь седьмая будет, фа диез. Но мы ее тут не трогаем и не трогаем четвертую. Ну, в этом боксе как-то у меня не получилось их задействовать. Но четвертая здесь мне не нравится, как звучит. Я ее редко использую в данном, если мысли вот так вот квинтами. Но если мы рассматриваем такой вариант с квинтами, звучит хорошо. И последний на сегодня бокс. Я его решил добавить в последний момент. Пусть будет. Все-таки хорошо звучит. Минорный бокс. Соответственно, вспоминаем нашу вертушку минорную. Первая ступень у нас находится на третьей струне. Здесь в данном случае это ре. И вот такой вот, соответственно, простой. Тут раз, два, три, четыре, пять нот. Соответственно, здесь мы добавляем к нашей вертушке еще и шестую пониженную ступень. Минорную. И звучит это довольно интересно. Так вот, по-рокерски, по-минорному. Немножко напряженненько. Для рока, для таких стилей очень хорошо этот бокс тоже подойдет. И можно в нем поискать крутые рифы. Все. На этом сегодня все. Это было все боксы, которые, на мой взгляд, достойны внимания. О которых обязательно надо было поговорить. Они максимально простые. В одну октаву чаще. Даже проще, чем пентатоника есть боксы. Проще, чем гамма уж точно. Редко мы за одну октаву заходили. Но, несмотря на свою простоту, понятность, они очень часто используются. Практически всегда в любой песне можно найти эти боксы. В любой. В 99%, наверное, если не в 100, эти боксы присутствуют. И новичкам, конечно, это суперполезно. Будет знать их, сразу выучить, понять, как они играются. И можно уже сразу использовать в своей игре. К тому же, в реальной практике, в работе, в аккомпанементах, когда ты качаешь, когда ты басист, когда ты делаешь свою основную задачу, свою работу, они используются чаще. Редко вы будете выходить, даже в две октавы редко, когда в предел одной октавы в реальной работе, в аккомпанементе вы выходите. Поэтому эти боксы выходят на первый план. Но, несмотря на свою простоту, дорогие друзья, несмотря на то, что они простые, как мы уже посмотрели, на основе их были созданы великие рифы, что мы сегодня убедились, великие произведения. И даже, вроде как, просто что-то даже не гамма, даже не пентатоника. Но, видите ли, звучит эффективно, эффективно и круто. И можно это использовать в своем творчестве, в своих группах. Конечно, Билли Джин может быть сложновато переплюнуть, но попытаться все-таки стоит. В общем, вот такое сегодня было видео, дорогие друзья. Спасибо, что посмотрели. Все традиционные для канала действия, там, подписка, колокольчик, вот это, написать комментарий обязательно важнейший. Обязательно почитаю ваши комментарии. Проходите на Boosty, как обычно, традиционно, на Boosty у меня будет нотное приложение. В первый раз я попробовал сделать, мне написали там на Boosty, порекомендовали сделать как бы файл, PDF, там, что-то, например, схема, бокс и сразу пример в нотах, там, схема, пример, схема, пример. Я попробовал так сделать, мне кажется, это удобно в освоении, в материала и в игре. В общем, не забывайте тоже на Boosty проходить, подписываться, тоже супер важно. Группа ВК, Телеграм тоже есть. Все, спасибо, что посмотрели. Всем любовь, доброта, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok